Почему именно такая книга? Потому что все знают мультипликатора Хаяо Мейдзаки, и у него есть именно такой мультфильм «Воспоминания о Марне». И мне интересно знать, в чем отличие книги от мультфильма соответственно. Листая книжные страницы, Галина Кравцова придумывает собственный яркий мир. Среди напечатанных букв художница ищет вдохновение для создания своих картин. В месяц девушка с упоением читает больше десяти книг. Любимые жанры – это фэнтези и фантастика. Говорит, погружаясь в мир волшебства, вспоминает детство и любимые мистические истории. Мне кажется, это с детства у меня пошло, когда пошли вот эти все фильмы сверхъестественные, зачарованные, кто, конечно, об этом помнит. Возвращение в детство, как говорится, даже тот же «Гарри Поттер» – это волшебство, это необычное, то есть это волшебство после ни одной жизни получается. Всем чуточку нужно волшебство в нашем мире сейчас. Фэнтези набирает популярность среди читателей ежедневно, говорят библиотекари. В зависимости от пола и возраста, самарцы выбирают разные подтипы жанра. Фантастика, она бывает очень разная. Люди тоже по-разному на нее смотрят. Есть такая, как бы, извод фантастики, как романтическая фантастика. Ее читают в основном там женщины, ну, взрослые, да, то есть это такие романтически проукрашенные истории про рыцарей, с драконов, замки и какие-то путешествия в другие миры. А более, так скажем, люди помладше и мужчины, да, парни, мальчики, они любят фэнтези, замечая магии. В топе популярных книжных историй также классика, психология и книги, по которым сняты фильмы и сериалы. Ежемесячно фонд библиотеки пополняют, исходя из запроса читателей и ожидаемых кинопремьер. Для этого работает специальный отдел комплектования и каталогизации. Спрос часто зависит и от интернета. Интернет может задавать тренд на ту или иную историю, так, например, заметки психологов в блоге или, к примеру, экранизация, как это было с Джейн Остин. Книга «Лучший психолог», утверждают специалисты. Успешнее проходит социализация, укрепляется нервная система. Более того, это своеобразный способ познания себя. Есть категория пациентов, которым даже психотерапевты советуют в случае, например, нахождения в депрессивном состоянии, не читать книги с таким достаточно серьезным сюжетом, со всякими перипетиями, со всякими, допустим, трагическими событиями. И советуют, например, выбирать книги более легкие, позитивные. Например, те же сказки даже, которые иногда взрослым полезны. Есть даже специальный метод помощи пациенту – сказкотерапия, когда необходимо посмотреть на то, что происходит внутри. Сказка соединяет сознательное с бессознательным. Психологи уверены, в ней нет ничего лишнего. Она прокладывает путь из реальной психологической проблемы к ее разрешению и исцеляет. Кроме того, любимая книжная история из детства помогает проанализировать и понять свой жизненный сценарий. Мария Левина, Константин Головин. События.